Руководство пользователя. Создание ответа на запрос котировок RFQ и запрос информации RFI. Информационная система Oracle, версия 12.2.7. Назначение и область применения. Настоящее руководство пользователя предназначено для работы в системе Oracle, версия 12.2.7, модуль Supplier Sourcing и описывает детальные шаги по созданию ответов на запрос котировок RFQ и запрос информации RFI. Запрос котировок RFQ используется для проведения мониторинга рынка и поиска потенциального поставщика товаров и услуг. Запрос информации RFI используется для проведения предварительного мониторинга рынка, определения уточнения технических характеристик, стоимости и других данных по товарам и услугам для последующей закупочной деятельности. Для каждого из указанных документов установлен предельный срок для предоставления ответа. Роли и полномочия. Для создания ответов на запрос котировок RFQ или запрос информации RFI у приглашенного потенциального поставщика должны быть полномочия Sourcing Supplier. Для полноценной работы в информационной системе Oracle и корректного формирования ответов рекомендуется использовать по умолчанию интерфейс на английском языке. Предшествующие события. Специалист по закупке товаров, работы и услуг сформировал и опубликовал запрос котировок RFQ и запрос информации RFI. Детальные действия. Создание ответа на запрос котировок RFQ по товарам. Просмотр данных в запросе котировок RFQ. Потенциальный поставщик после публикации запроса котировок RFQ получит сообщение по электронной почте и в рабочий список Worklist информационной системы Oracle. Перейдите по указанному сообщению в информационной системе Oracle. В открывшейся форме вы можете подтвердить свое участие в запросе котировок RFQ, нажав на клавишу Yes. При этом система автоматически создаст драфт ответа. Уведомление исчезнет и для дальнейшей работы по формированию ответа необходимо будет перейти в полномочия Supply Sourcing, далее Sourcing, далее Sourcing Homepage. Либо вы можете сразу отказаться от приглашения, указав причину в поле No to Buyer и нажав на клавишу No. Рекомендуется до принятия решений об участии в запросе котировок RFQ. Посмотреть и ознакомиться с деталями, нажав на запись Negation Details. В открывшейся форме обратите внимание на дату в пункте Time Left, в котором указывается количество дней и часов до даты закрытия приема ответов в пункте Close Date. Пожалуйста, ориентируйтесь на указанные сроки при подготовке ответа. На вкладке Header отображается вся общая информация по запросу котировок RFQ. В обязательном порядке просмотрите раздел Requirements, в котором отображаются требования к запросу котировок RFQ, нажмите клавишу Show All, а также обратите внимание, какие требования являются обязательными для заполнения и какие для информации или опционального необязательного заполнения. Нажмите клавишу View по каждому требованию. В пункте Type указывается значение в зависимости от того, как вы должны реагировать на данное требование. Ответы могут быть обязательными или необязательными, или атрибут может быть только для информации. В пункте Value Type указывается формат ответа, дата, числовое, текстовое или ссылка. Для просмотра вложений к запросу котировок RFQ в разделе Notes and Attachments перейдите по наименованию документа в пункт Title. На вкладке Lines для просмотра дополнительных технических характеристик перейдите по Description. В открывшейся форме в пункте Quantity отображается количество по позиции. В столбце Attribute указывается дополнительный перечень атрибутов, по которым вам необходимо посмотреть, в пункте Attribute Type, какие атрибуты являются обязательными для информации или опциональные необязательные, и по пункту Value Type посмотреть формат ответа. Для того, чтобы вернуться для просмотра на следующую строку, перейдите по номеру запроса котировок RFQ в левой части формы. На вкладке Controls ознакомьтесь с правилами ответов, которые были установлены при формировании запроса котировок RFQ. Negotiation is restricted to invited suppliers. Если установлен флажок, то предоставление ответов по запросу котировок RFQ ограничивается только приглашенными поставщиками. Если флажок не установлен, то ответы могут быть получены от любых поставщиков. Suppliers are allowed to respond to selected lines. Если установлен флажок, то поставщикам разрешено отвечать на отдельные строки в запросе котировок RFQ. Если флажок не установлен, то поставщики должны предоставить ответ только исключительно на все строки в запросе котировок RFQ. Suppliers are required to respond with full quantity on each line. Если установлен флажок, то поставщики должны отправить ответы на полное количество, указанное по строке. Suppliers are allowed to provide multiply responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность предоставлять несколько ответов в течение открытого периода, из которых только один может быть активным. Когда установлен этот флажок, то может отображаться другое правило. Suppliers are allowed to submit multiply active responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность указывать или предлагать цену несколько раз, или пересматривать свой ответ. И каждое последнее предложение будет являться активным предложением. Allow quote withdrawal. Если установлен флажок, то всем поставщикам разрешено отзывать свои ответы после того, как они их отправили. Предложения могут быть отозваны только до даты закрытия. Отозванные предложения могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями запроса и могут быть обновлены поставщиком. Отозванное предложение не будет видно специалистам по закупкам в процессе оценки и определения победителя. Buyer may close the negotiation before the close date. Если установлен флажок, то специалист по закупкам может при необходимости закрыть отправку ответов до установленной даты закрытия. Buyer may manually extend the negotiation while it is open. Если установлен флажок, то при необходимости специалист по закупкам может продлить срок предоставления ответов. Продлить срок можно только до даты закрытия. Allow alternate lines on supplier responses. Если установлен флажок, то поставщику разрешено предлагать аналог и добавлять новую строку в предложении. Allow stagerate awarding. Если установлен флажок, то по данному запросу котировок RFQ можно будет выбрать несколько победителей по разным позициям. На вкладке Contract Terms ознакомьтесь с условиями договора поставки, нажав на клавишу Preview Contract Terms. Также вы можете просмотреть все данные по запросу котировок RFQ, выгрузив печатную форму. В пункте Action выберите из выпадающего списка значение Printable Views и нажмите клавишу Go. Откройте загруженный файл. Переписка и обсуждение по запросу котировок RFQ. Если после просмотра и ознакомления всех деталей по запросу котировок RFQ вам необходимо отправить запрос для уточнения каких-либо деталей, в пункте Action выберите значение Online Discussion и нажмите клавишу Go. В открывшемся окне нажмите клавишу New Message. В пункте Subject введите тему сообщения. В пункте Message введите текст сообщения. При необходимости вложите документы в Attachment и нажмите клавишу Send. Для возврата на домашнюю страницу нажмите Home или в левой части окна Negotiations. Сообщение о том, что на ваш запрос был направлен ответ, вы получите уведомлением по электронной почте и в рабочий список в информационной системе Oracle. В уведомлении вы увидите ответ на ваш запрос и для просмотра деталей и вложений при наличии нажмите на клавишу Here. Если вам необходимо продолжить переписку, нажмите клавишу Reply. Создание ответа на запрос котировок RFQ через веб-страницу. Для создания ответа по запросу котировок RFQ в пункте Action выберите команду Create Code и нажмите клавишу Go. В пункте Quote Valid Until укажите дату действия ценового предложения. Нажмите на календарь, далее выберите дату, нажмите кнопку Select. Для нерезидентов Республики Казахстан в пункте Quote Currency необходимо выбрать валюту ответа из выпадающего списка. При необходимости вы можете указать какой-либо комментарий специалисту по закупкам в пункте Note to Buyer и или вложить документы через Add Attachment. Наличие приложенных сканов технических условий, сертификатов, технической документации и другой уточняющей информации повышает ваши шансы стать победителем при выборе выигравшего предложения. Для вложения документов нажмите кнопку Attachment. В пункте Title введите краткое описание документа, в пункте Description укажите подробное описание документа и нажмите кнопку Выберите файл. Выберите необходимый документ и нажмите кнопку Открыть. После загрузки нажмите кнопку Apply. В разделе Requirements по значениям, которые требуют вашего ответа, необходимо ввести данные. Для просмотра полного списка требований можно нажать ссылку Expand All. Пожалуйста, обращайте внимание на формат ответа Числовой, Текстовый, Выпадающий список и другие. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты Ширина, Высота, Габариты в сантиметрах. В случае незаполнения указанных данных при отправке ответа выйдет следующая ошибка. Для заполнения данных по строкам перейдите на вкладку Lines. Обратите внимание, если по строке указана такая иконка, то имеется дополнительная информация, которую требуется заполнить. Для заполнения данных по дополнительной информации по строке нажмите кнопку Update. В столбце Quote Value заполните данные с учетом формата ответа. Атрибуты, по которым указан формат ответа, Required, требуют обязательного заполнения. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты Ширина, Высота, Габариты в сантиметрах. Если в запросе котировок RFQ в столбце Target Value по атрибуту Партия номер производителя Manufacturer Part Number указана некорректная информация, вы можете ее обновить, указав новое значение в поле Quote Value. По пункту Line Price в пункте Quote Value укажите цену в валюте ответа на условиях поставки ответа и без учета НДС. Важно! Данные по строке Delivery Cost не изменять и не удалять. Для перехода на следующую строку в пункте Line нажмите кнопку Go. После заполнения данных по последней строке нажмите кнопку Apply. Перед отправкой ответа еще раз перепроверьте все введенные данные на Header и Lines. Нажмите кнопку Continue. Для поставщиков, не резидентов Республики Казахстан и если в ответе указана валюта ответа не казахстанской тенге, то выйдет следующее предупреждение. Если валюта ответа выбрана вами правильно, нажмите кнопку Yes. Если вы ошиблись и указали в ответе некорректную валюту ответа, нажмите кнопку No и вернитесь на заголовок ответа Header для выбора корректной валюты. Если вы ошиблись и указали цены по строкам некорректной валюты, пожалуйста, вернитесь на строке Lines и измените цены в соответствии с шагами, указанными выше. Нажмите кнопку Submit. После отправки ответа выйдет следующее сообщение. Создание ответа на запрос котировок RFQ посредством электронной таблицы. Для выгрузки электронной таблицы нажмите кнопку Quote by Spreadsheet. В открывшемся окне нажмите кнопку Export. Для запросов котировок RFQ с большим количеством строк выйдет следующее сообщение. Перейдите по записи You may check the request status on the download request page. Перейдите и откройте архивированный файл в пункте Download. В загруженном файле нажмите кнопку Открыть. XML-файл из заархивированной папки необходимо скопировать и вставить на рабочий стол. XML-файл необходимо открыть с помощью в формате Excel. Если ваши XML-файлы открываются по умолчанию в другом формате, то по правой кнопке мыши выберите Excel, установите флажок Всегда использовать это приложение при открытии XML-файлов и нажмите кнопку ОК. В открывшемся файле ячейки, выделенные желтым цветом, обязательные для заполнения. Ячейки, выделенные зеленым цветом, опциональные, необязательные для заполнения. В разделе Requirements по значениям, которые требуют вашего ответа, необходимо ввести данные. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты ширина, высота, габариты в сантиметрах. Для заполнения данных по строкам перейдите на лист Lines. Заполните данные по строкам, выделенные желтым цветом, обязательные для заполнения. Зеленым цветом – опциональные, необязательные для заполнения. Введите данные в обязательные поля по каждой строке. Укажите срок поставки в календарных днях на условиях поставки IncoTerms. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты ширина, высота, габариты в сантиметрах. В случае незаполнения указанных данных при отправке ответа выйдет следующая ошибка. Если по атрибуту парт-номер производителя Manufacturer Part Number Target Value указана некорректная информация, вы можете ее обновить, указав новое значение в поле Part Number Производителя Manufacturer Part Number Quote Value. После заполнения данных закройте и сохраните файл. Вернитесь в систему и в разделе Step 2 – Import Threadsheet нажмите кнопку Выберите файл. Выберите ранее сохраненный XML-файл и нажмите кнопку Открыть. Нажмите кнопку Import. Для ответов с большим количеством строк, более 100, необходимо вернуться на страницу Sourcing Homepage, найти в списке ответ. Нажмите на кнопку Quote by Spreadsheet. В разделе Step 2 – Import Threadsheet нажмите кнопку Выберите файл. Выберите ранее сохраненный XML-файл и нажмите кнопку Открыть. Нажмите кнопку Import. Вы можете отследить статус загрузки ответа. Перейдите по записи You may check the request status on the Manage Draft Responses page. Статус загрузки ответа будет отображен в пункте Request Status. Если не все данные заполнены корректно, система выдаст сообщение об ошибке с описанием того, какие данные еще не заполнены. Например, могут быть незаполнены обязательные атрибуты на уровне строк или требования в заголовке. Если вы загружали ответ с помощью файла, вы можете дополнить или отредактировать данные в системе. Без необходимости выгружать, загружать файл повторно. Перед отправкой ответа еще раз перепроверьте все введенные данные на Header и Lines. Нажмите кнопку Continue. Нажмите кнопку Submit для отправки ответа. После отправки ответа выйдет следующее сообщение. Создание ответа на запрос котировок RFQ по работам и услугам. Просмотр данных в запросе котировок RFQ. Потенциальный поставщик после публикации запроса котировок RFQ получит сообщение по электронной почте и в рабочий список Worklist информационной системы Oracle. Перейдите по указанному сообщению в информационной системе Oracle. В открывшейся форме вы можете подтвердить свое участие в запросе котировок RFQ, нажав на кнопку Yes. При этом система автоматически создаст драфт ответа. Уведомление исчезнет, и для дальнейшей работы по формированию ответа необходимо будет перейти в полномочия Supplier Sourcing, далее Sourcing, далее Sourcing Homepage. Либо вы можете сразу отказаться от приглашения, указав причину в поле No to Buyer и нажав на кнопку No. Рекомендуется до принятия решения об участии в запросе котировок RFQ посмотреть и ознакомиться с деталями, нажав на запись Negotiation Details. В открывшейся форме обратите внимание на дату в пункте Time Left, в котором указывается количество дней и часов до даты закрытия приема ответов в пункте Close Date. Пожалуйста, ориентируйтесь на указанные сроки при подготовке ответа. На вкладке Hader отображается вся общая информация по запросу котировок RFQ. В обязательном порядке посмотрите раздел Requirements, в котором отображаются требования к запросу котировок RFQ. Нажмите кнопку Show All, а также обратите внимание, какие требования являются обязательными для заполнения и какие для информации или опционального необязательного заполнения. Нажмите кнопку View по каждому требованию. В пункте Type указывается значение в зависимости от того, как вы должны реагировать на данное требование. Ответы могут быть обязательными или необязательными. Или атрибут может быть только для информации. В пункте Value Type указывается формат ответа — дата, числовое, текстовое или ссылка. В пункте Target указывается при наличии целевое значение. Для просмотра вложений к запросу котировок RFQ. На вкладке Line вы можете посмотреть детали по строкам запроса котировок RFQ. На вкладке Controls ознакомьтесь с правилами ответов, которые были установлены при формировании запроса котировок RFQ. Negotiation is restricted to invited suppliers. Если установлен флажок, то предоставление ответов по запросу котировок RFQ ограничивается только приглашенными поставщиками. Если флажок не установлен, то ответы могут быть получены от любых поставщиков. Suppliers are allowed to respond to select lines. Если установлен флажок, то поставщикам разрешено отвечать на отдельные строки в запросе котировок RFQ. Если флажок не установлен, то поставщики должны предоставить ответ только исключительно на все строки в запросе котировок RFQ. Suppliers are required to respond with full quantity on each line. Если установлен флажок, то поставщики должны отправить ответы на полное количество, указанное по строке. Suppliers are allowed to provide multiply responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность предоставлять несколько ответов в течение открытого периода, из которых только один может быть активным. Когда установлен этот флажок, то может отображаться другое правило. Suppliers are allowed to submit multiply active responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность указывать или предлагать цену несколько раз, или пересматривать свой ответ. И каждое последнее предложение будет являться активным предложением. Allow quote withdrawal. Если установлен флажок, то всем поставщикам разрешено отзывать свои ответы после того, как они их отправили. Предложения могут быть отозваны только до даты закрытия. Отозванные предложения могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями запроса и могут быть обновлены поставщиком. Отозванное предложение не будет видно специалистам по закупкам в процессе оценки и определения победителя. Buyer may close the negotiation before the close date. Если установлен флажок, то специалист по закупкам может при необходимости закрыть отправку ответов до установленной даты закрытия. Buyer may manually extend the negotiation while it is open. Если установлен флажок, то при необходимости специалист по закупкам может продлить срок предоставления ответов. Продлить срок можно только до даты закрытия. Allow alternate lines on supplier response. Если установлен флажок, то поставщику разрешено предлагать аналог и добавлять новую строку в предложении. Allow standard awarding. Если установлен флажок, то по данному запросу котировок RFQ можно будет выбрать несколько победителей по разным позициям. На вкладке Contract Terms вы можете ознакомиться со стандартными условиями договора при наличии, нажав на кнопку Preview Contract Terms. Откройте загруженный PDF-документ и ознакомьтесь с условиями договора поставки. Также вы можете просмотреть все данные по запросу котировок RFQ, выгрузив печатную форму. В пункте Action выберите из выпадающего списка значения Printable View и нажмите кнопку Go. Откройте загруженный файл. Переписка и обсуждение по запросу котировок RFQ. Если после просмотра и ознакомления всех деталей по запросу котировок RFQ, вам необходимо отправить запрос для уточнения каких-либо деталей, в пункте Action выберите значение Online Discussion и нажмите кнопку Go. В открывшемся окне нажмите кнопку New Message. В пункте Subject введите тему сообщения. В пункте Message введите текст сообщения. При необходимости вложите документы Attachment и нажмите кнопку Send. Для возврата на домашнюю страницу нажмите Home или в левой части окна Negotiations. Сообщение о том, что на ваш запрос был направлен ответ, вы получите уведомлением по электронной почте и в рабочий список в информационной системе Oracle. В уведомлении вы увидите ответ на ваш запрос и для просмотра деталей и вложений при наличии нажмите на кнопку Here. Если вам необходимо продолжить переписку, нажмите кнопку Reply. Создание ответа на запрос котировок через веб-страницу. Для создания ответа по запросу котировок RFQ в пункте Action выберите команду Create Quote и нажмите кнопку Go. В пункте Quote Valid Until укажите дату действия ценового предложения, нажмите на календарь, далее выберите дату, далее нажмите кнопку Select. Для нерезидентов Республики Казахстан в пункте Quote Currency необходимо выбрать валюту ответа из выпадающего списка. При необходимости вы можете указать какой-либо комментарий специалисту по закупкам в пункте Note to Buyer и или вложить документы через Ad Attachment. Наличие приложенных сканов технических условий, сертификатов, технической документации и другой уточняющей информации повышает ваши шансы стать победителем при выборе выигравшего предложения. Для вложения документов нажмите кнопку Attachment. В пункте Title введите краткое описание документа, в пункте Description укажите подробное описание документа и нажмите кнопку Выберите файл. Выберите необходимый документ и нажмите кнопку Открыть. После загрузки нажмите кнопку Apply. В разделе Requirements по значениям, которые требуют вашего ответа, необходимо ввести данные. Для просмотра полного списка требований можно нажать ссылку Expand All. Пожалуйста, обращайте внимание на формат ответа Числовой, Текстовый, Выпадающий список и другое. Для заполнения данных по строкам перейдите на вкладку Lines. Обратите внимание, если по строке указана иконка с таким знаком, то имеется дополнительная информация, с которой требуется ознакомиться и или заполнить. Для заполнения данных по дополнительной информации по строке нажмите кнопку Update. В столбце пункт Quote Price укажите стоимость в валюте ответа. В пункте Promised Date укажите дату выполнения работ оказания услуг. Нажмите кнопку Apply. Если по строке запроса котировок RFQ указаны дополнительные атрибуты, которые требуются заполнить, перейдите в пункт Quote Value. Заполните данные с учетом формата ответа. Атрибуты, по которым указан формат ответа Required, требуют обязательного заполнения. По завершению заполнения данных по строке нажмите кнопку Apply. Перед отправкой ответа еще раз перепроверьте все введенные данные на Heider Alliance. Нажмите кнопку Continue. Для поставщиков нерезидентов Республики Казахстан и если в ответе указана валюта ответа не казахстанский тенге, то выйдет следующее предупреждение. Если валюта ответа выбрана вами правильно, нажмите кнопку Yes. Если вы ошиблись и указали в ответе некорректную валюту ответа, нажмите кнопку No и вернитесь на заголовок ответа Heider для выбора корректной валюты. Если вы ошиблись и указали цены по строкам по некорректной валюте, пожалуйста вернитесь на строке Lines и измените цены в соответствии с шагами указанными выше. Нажмите кнопку Submit для отправки ответа. После отправки ответа выйдет следующее сообщение. Создание ответа на запрос информации RFI по товарам. Просмотр данных в запросе информации RFI. Потенциальный поставщик после публикации запроса информации RFI получит сообщение по электронной почте и в рабочий список Worklist информационной системы Oracle. Перейдите по указанному сообщению в информационной системе Oracle. В открывшейся форме вы можете подтвердить свое участие в запросе информации RFI нажав на кнопку Yes. При этом система автоматически создаст драфт ответа, уведомление исчезнет и для дальнейшей работы по формированию ответа необходимо будет перейти в полномочия Supplier Sourcing далее Sourcing далее Sourcing Homepage. Либо вы можете сразу отказаться от приглашения указав причину в поле No to Buyer и нажав на кнопку No. Рекомендуется до принятия решения об участии в запросе информации RFI просмотреть и ознакомиться с деталями нажав на запись Negotiation Details. В открывшейся форме обратите внимание на дату в пункте Time Left в котором указывается количество дней и часов до даты закрытия приема ответов в пункте Close Date. Пожалуйста, ориентируйтесь на указанные сроки при подготовке ответа. В обязательном порядке просмотрите раздел Requirements, в котором отображаются требования к запросу информации RFI. Нажмите кнопку Show All, а также обратите внимание, какие требования являются обязательными для заполнения и какие для информации или опционального необязательного заполнения. Нажмите кнопку View по каждому требованию. В пункте Type указывается значение в зависимости от того, как вы должны реагировать на данное требование. Ответы могут быть обязательными или необязательными, или атрибут может быть только для информации. В пункте Value Type указывается формат ответа дата, числовое, текстовое или ссылка. В пункте Target указывается при наличии целевое значение. Для просмотра вложений к запросу информации RFI в разделе Notes and Attachments перейдите по наименованию документа в пункт Title. На вкладке Lines для просмотра дополнительных технических характеристик перейдите по Description. В открывшейся форме в пункте Quantity отображается количество по позиции. В столбце Attribute указывается дополнительный перечень атрибутов, по которым вам необходимо просмотреть в пункте Attribute Type какие атрибуты являются обязательными для информации или опциональные необязательные и по пункту Value Type просмотреть формат ответа. Для того, чтобы вернуться для просмотра на следующую строку перейдите по номеру запроса информации RFI в левой части формы. На вкладке Controls ознакомьтесь с правилами ответов, которые были установлены при формировании запроса информации RFI. Negotiation is restricted to invited suppliers. Если установлен флажок, то предоставление ответов по запросу информации RFI ограничивается только приглашенными поставщиками. Если флажок не установлен, то ответы могут быть получены от любых поставщиков. Suppliers are allowed to respond to selected lines. Если установлен флажок, то поставщикам разрешено отвечать на отдельные строки в запросе информации RFI. Если флажок не установлен, то поставщики должны предоставить ответ только исключительно на все строки в запросе информации RFI. Suppliers are required to respond with full quantity on each line. Если установлен флажок, то поставщики должны отправить ответы на полное количество, указанное по строке. Suppliers are allowed to provide multiply responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность предоставлять несколько ответов в течение открытого периода, из которых только один может быть активным. Когда установлен этот флажок, то может отображаться другое правило. Suppliers are allowed to submit multiply active responses. Если установлен флажок, то поставщикам предоставлена возможность указывать или предлагать цену несколько раз или пересматривать свой ответ. И каждое последнее предложение будет являться активным предложением. Allow response withdrawal. Если установлен флажок, то по всем поставщикам разрешено отзывать свои ответы после того, как они их отправили. Предложения могут быть отозваны только до даты закрытия. Отозванные предложения могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями запроса и могут быть обновлены поставщиком. Отозванное предложение не будет видно специалистам по закупкам в процессе оценки и определения победителя. Байер may close the negotiation before the close date. Если установлен флажок, то специалист по закупкам может при необходимости закрыть отправку ответов до установленной даты закрытия. Байер may manually extend the negotiation while it is open. Если установлен флажок, то при необходимости специалист по закупкам может продлить срок предоставления ответов. Продлить срок можно только до даты закрытия. Hello Alternate Lines on Supplier Responses. Если установлен флажок, то поставщику разрешено предлагать аналог и добавлять новую строку в предложении. На вкладке Contract Terms ознакомьтесь с условиями договора поставки, нажав на кнопку Preview Contract Terms. Откройте загруженный PDF-документ и ознакомьтесь с условиями договора поставки. Также вы можете посмотреть все данные по запросу информации RFI, выгрузив в печатную форму. В пункте Action выберите из выпадающего списка значение Printable View и нажмите кнопку Go. Откройте загруженный файл. Переписка и обсуждение по запросу информации RFI. Если после просмотра и ознакомления всех деталей по запросу информации RFI вам необходимо отправить запрос для уточнения каких-либо деталей, в пункте Action выберите значение Online Discussion и нажмите кнопку Go. В открывшемся окне нажмите кнопку New Message. В пункте Subject введите тему сообщения. В пункте Message введите текст сообщения. При необходимости вложите документы Attachment и нажмите кнопку Send. Для возврата на домашнюю страницу нажмите Home или в левой части окна Negotiations. Сообщение о том, что на ваш запрос был направлен ответ, вы получите уведомления по электронной почте и в рабочий список в информационной системе Oracle. В уведомлении вы увидите ответ на ваш запрос и для просмотра деталей и вложений при наличии нажмите на кнопку Here. Если вам необходимо продолжить переписку, нажмите кнопку Reply. Создание ответа на запрос информации RFI через веб-страницу. Для создания ответа по запросу информации RFI в пункте Action выберите команду Create Response и нажмите кнопку Go. В пункте Response Valid Until укажите дату действия ценового предложения. Нажмите на календарь, далее выберите дату, далее нажмите кнопку Select. Для нерезидентов Республики Казахстан в пункте Response Currency необходимо выбрать валюту ответа из выпадающего списка. При необходимости вы можете указать какой-либо комментарий специалисту по закупкам в пункте Note to Buyer и или вложить документы через Add Attachment. Наличие приложенных сканов технических условий, сертификатов, технической документации и другой уточняющей информации повышает ваши шансы стать победителем при выборе выигравшего предложения. Для вложения документов нажмите кнопку Attachment. В пункте Title введите краткое описание документа. В пункте Description укажите подробное описание документа и нажмите кнопку Выберите файл. Выберите необходимый документ и нажмите кнопку Открыть. После загрузки нажмите кнопку Apply. В разделе Requirements по значениям, которые требуют вашего ответа, необходимо ввести данные в пункте Response Value. Для просмотра полного списка требований можно нажать ссылку Expand All. Пожалуйста, обращайте внимание на формат ответа Числовой, Текстовый, Выпадающий список и другое. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты ширина, высота, габариты в сантиметрах. В случае незаполнения указанных данных при поставке ответа выйдет следующая ошибка. Для заполнения данных по строкам перейдите на вкладку Lines. Обратите внимание, если по строке указана такая иконка, то имеется дополнительная информация, которую требуется заполнить. Для заполнения данных по дополнительной информации по строке нажмите кнопку Update. В столбце Response Value заполните данные с учетом формата ответа. Атрибуты, по которым указан формат ответа Required, требуют обязательного заполнения. Важно, если при заполнении данных на хейдер в требованиях в ответе по условиям поставки, вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте укажите габариты ширина, высота габариты в сантиметрах. Если по строкам запроса информации RFI в столбце Target Value по атрибуту PartNomer производителя Manufacturer PartNumber указана некорректной информацией, вы можете ее обновить, указав новое значение в поле Response Value. В пункте Response Price укажите цену в валюте ответа на условиях поставки, указанные в ответе и без учета НДС. Для перехода на следующую строку в пункте Line нажмите кнопку Go. После заполнения данных по последней строке нажмите кнопку Apply. Перед отправкой ответа еще раз перепроверьте все введенные данные на Heider Alliance нажмите кнопку Continue. Для поставщиков нерезидентов Республики Казахстан, если в ответе указана валюта ответа не казахстанский тенге, то выйдет следующее предупреждение. Если валюта ответа выбрана вами правильно, нажмите кнопку Yes. Если вы ошиблись и указали в ответе некорректную валюту ответа, нажмите кнопку No и вернитесь на заголовок ответа Heider для выбора корректной валюты. Если вы ошиблись и указали цены по строкам по некорректной валюте, пожалуйста, вернитесь на строки Lines и измените цены в соответствии с шагами указанными выше. Нажмите кнопку Submit для отправки ответа. После отправки ответа выйдет следующее сообщение. Создание ответа на запрос информации RFI посредством электронной таблицы. Для создания ответа по запросу информации RFI в пункте Action выберите команду Create Response и нажмите кнопку Go. В пункте Response Valid Until укажите дату действия ценового предложения, нажмите на календарь, далее выберите дату, далее нажмите кнопку Select. Для нерезидентов Республики Казахстан в пункте Response Currency необходимо выбрать валюту ответа из выпадающего списка. При необходимости вы можете указать какой-либо комментарий специалисту по закупкам в пункте Note to Buyer и или вложить документы через Add Attachment. Наличие приложенных сканов технических условий, сертификатов, технической документации и другой уточняющей информации повышает ваши шансы стать победителем при выборе выигравшего предложения. Для вложения документов нажмите кнопку Attachment. В пункте Title введите краткое описание документа, в пункте Description укажите подробное описание документа и нажмите кнопку Выберите файл. Выберите необходимый документ и нажмите кнопку Открыть. После загрузки нажмите кнопку Apply. Для выгрузки электронной таблицы нажмите кнопку Response by Spreadsheet. В открывшемся окне нажмите кнопку Export. В загруженном файле нажмите кнопку Открыть. XML файл из заархивированной папки необходимо скопировать и вставить на рабочий стол. XML файл необходимо открыть с помощью в формате Excel. Если ваши XML файлы открываются по умолчанию в другом формате, то правой кнопкой мыши выберите Excel. Установите флажок Всегда использовать это приложение при открытии XML файлов и нажмите кнопку ОК. В открывшемся файле ячейки выделены желтым цветом обязательные для заполнения. Ячейки выделены зеленым в разделе Requirements по значениям которые требуют вашего ответа необходимо ввести данные. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте Укажите габариты ширину, высоту, габариты в сантиметрах. Для заполнения данных по строкам перейдите на лист Lines. Заполните данные по строкам, выделенные желтым цветом обязательные для заполнения, зеленым цветом опциональные необязательные для заполнения. Введите данные в обязательные поля по каждой строке. Укажите срок поставки в календарных днях на условиях поставки IncoTerms. Quote Value. Важно! Если при заполнении данных на Header в требованиях в ответе по условиям поставки вы указали EXW или FCA, то вам в обязательном порядке нужно по каждой строке заполнить данные в атрибуте «Укажите габариты ширина, высота, габариты в сантиметрах». В случае незаполнения указанных данных при отправке ответа выйдет следующая ошибка. Если по атрибуту парт-номер производителя Manufacturer Part Number Target Value указана некорректной информацией, вы можете ее обновить, указав новое значение в поле Part Number Производителя Manufacturer Part Number Quote Value. После заполнения данных закройте и сохраните файл. Вернитесь в систему и в разделе Step 2 Import Threadsheet нажмите кнопку Выберите файл. Выберите ранее сохраненный XML-файл и нажмите кнопку Открыть. Нажмите кнопку Import. В случае, если не все данные заполнены корректно, система выдаст сообщение об ошибке с описанием того, какие данные еще не заполнены. Например, могут быть незаполнены обязательные атрибуты на уровне строк или требования в заголовке. Если вы загружали ответ с помощью файла, вы можете дополнить или отредактировать данные в системе без необходимости выгружать-загружать файл повторно. Перед отправкой ответа еще раз перепроверьте все введенные данные на Heider Alliance. Нажмите кнопку Continue. Для поставщиков нерезидентов Республики Казахстан и если в ответе указана валюта ответа не казахстанской тенге, то выйдет следующее предупреждение. Если валюта ответа выбрана вами правильно, нажмите кнопку Yes. Если вы ошиблись и указали в ответе некорректную валюту ответа, нажмите кнопку No и вернитесь на заголовок ответа Heider для выбора корректной валюты. Если вы ошиблись и указали цены по строкам по некорректной валюте, пожалуйста, вернитесь на строки Lines и измените цены в соответствии с шагами указанными выше. Нажмите кнопку Submit для отправки ответа. Отзыв и ответы на запрос котировок RFQ, запрос информации RFI. Если в параметрах установлен флажок Allow Response With Their Wall, то поставщик до даты закрытия может отозвать ранее направленный ответ. Перейдите в полномочия Sourcing Homepage. В Negotiations в разделе Your Active and Draft Responses найдите ранее направленный активный ответ. В пункте Action выберите значение Withdrawal Response Withdrawal Quote. В открывшейся форме в пункте Withdrawal Reason введите причину отзыва ответа и нажмите кнопку Submit. После отправки выйдет следующее сообщение. Нажмите кнопку Return to Previous Page. Для внесения изменений в ранее направленный ответ в пункте Action выберите значение Create Quote и нажмите кнопку Go. Если вы планируете изменить ранее направленный ответ, установите флажок у значения Modify or Revise Existing Quotes. Если вы планируете создать новый ответ, отменив предыдущий, установите флажок у значения Create a New Quote. Затем нажмите кнопку OK. Если вы решили внести изменения в ранее направленный ответ, то в открывшемся окне установите флажок напротив номера ответа и нажмите кнопку Revise. Если вы решили создать новый ответ, нажмите кнопку Create New Quote. Далее все шаги по созданию и редактированию ответов указаны выше в настоящем руководстве пользователей.